Воспитание ребенка Нельзя дергать детей за волосы или кидать им в лицо песок Для того, чтобы общение с собственным ребенком не превращалось в постоянную борьбу Нужно объяснять ему, как можно действовать Дергать за волосы детишек нельзя, можно подойти погладить по голове Нельзя кидать песок в лицо детям, но можно кидать его в ведерко, сыпать аккуратно, вот так, и показывать При этом нужно объяснять детям, почему нужно вести себя тем или иным образом Понятными словами, объяснять понятным языком для малыша Терпеливо повторять объяснение столько раз, сколько понадобится В том случае, если малыш уперся, продолжает действовать так, как нельзя Совершать опасные, вредные действия Он поступил в силу закон естественных последствий Ты ведешь себя нехорошо, для тебя наступают неприятные последствия Мы уходим с детской площадки Или я забираю у тебя лопатку, которой ты всех колотишь Закон естественных последствий включается только в том случае Если ребенок ни в какую не соглашается отвлечься и увлечься другим интересным делом Количество запретов и требований к малышу должно быть оптимальным Оно должно быть сведено к минимуму Дети, которых очень часто отдергивают Не кричи, не бегай, не шуми Вырастают дерганными, влобными, очень неприятными У них в агрессию выливается невозможность вести себя естественно Им надо выплеснуть свои эмоции, им надо вести себя активно, им не разрешают Поэтому ограничений должно быть действительно немного Только то, что действительно опасно для ребенка и тех, кто его окружает Запрещать ребенку делать то, что предписано ему по возрасту То, что по возрасте делать правильно и хорошо Маленький ребенок должен бегать Не надо запрещать ему кричать Но бывают ситуации, в которых это неприемлемо В такой ситуации ребенка надо отвлечь и чем-то занять Еще чрезвычайно важно это последовательность взрослых Если взрослые не разрешают что-то категорическое Или ставят какие-то ограничения Очень важно соблюдать эти ограничения постоянно Еще одно правило, которое взрослые часто нарушают Очень важна согласованность действий в семье Если мама не разрешает что-либо, а папа позволяет И наоборот, это тоже ведет к неприятным последствиям для ребенка Потому что в таком случае ребенок учится обманывать Система требований будет меняться, ребенок будет взрослеть Но важно обговаривать категорически важные требования Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова